Всем привет, меня зовут Макс, это канал P-Launch. Если ты здесь впервые, то я являюсь преподавателем в классическом университете, а также одним из авторов канала P-Launch, также образовательного, где мы делимся какими-то роликами о программировании, в частности об изучении Python. И я сам довольно уже много учусь, даже сейчас, будучи преподавателем, я продолжаю учиться, я заканчиваю магистратуру по направлению бизнес-информатика. И вообще вся вот эта тема образования, студенчества, она очень близка мне, как никакая другая, и действительно это то, что доставляет трепетать мою душу, и поэтому, если ты сейчас куда-то поступаешь, в универ, в колледж, и ты немножко в растерянности, немножко потерялся, то послушай пару моих, это даже не советы, наверное, а какие-то мысли, к которым, скорее всего, ты и сам придешь, рано или поздно, и пусть, наверное, это будет рано. Это видео будет без особой редактуры, потому что я просто хочу сесть и поговорить с тобой, только ты и я. Бери с собой какой-нибудь чаек, что-нибудь там из печенек вкусненькое, и мы начинаем. Я сталкивался за время работы с большим количеством студентов и очень печально наблюдать либо погасший огонь в их глазах, либо полное смятение, непонимание, что вообще здесь происходит. И чтобы ты не повторил их судьбу, пару моих мыслей. Возможно, ты спустя какое-то время осмыслишь их не сейчас, а чуть позже, когда там уже будешь на втором курсе, на третьем, но ты все равно осмыслишь их и, возможно, даже скажешь мне спасибо. Когда ты куда-то поступил, пойми, школа закончилась, и за тобой уже, скорее всего, никто не будет бегать. К чему я это говорю? К тому, что ты не должен плыть по течению. Ты не должен упускать инициативу. Ты сам должен быть инициативой. Ты пришел учиться, и ты в первую очередь заинтересован в том, чтобы получать знания, в том, чтобы учиться. Ситуации бывают разные. То есть ты не думай, высшее образование, да и среднее профессиональное образование, это не то место, где в тебя будут запихивать насильно знания. Это то место, которое дарет тебе, ну, некоторый вектор, направление того, в какую сторону тебе нужно двигаться, что тебе нужно изучать. И ты должен не пускать все на самотек. Ты должен брать инициативу в свои руки. Плюс преподаватели бывают разные. Бывают те, кто хорошо объясняет. Бывают те, кто горит мыслью обучать людей. А бывают те, объективно говоря, которым плевать. И если ты хотел, там, ну, стать программистом, например, поступил в универ, и тебе сразу же на первом курсе попался какой-то препод, который вообще не ведет занятия, который наплевательски относится к этому. Ну, такое бывает. Это реальность, это суровая жизнь. То не сдавайся, не забивай. В любом случае, ты видишь учебный план, ты видишь рабочую программу. Пусть он там дает какие-то задания или еще что-то. Так посмотри, посмотри, что ты должен выучить по этому предмету и попробуй потихоньку разбираться в этом сам. Пойми, научиться чему-то хочешь ты. Соответственно, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. И это самая главная ошибка почти всех студентов. Они просто плывут по течению. Нет. Это твоя жизнь. Все в твоих руках. И ты должен брать на себя инициативу. Еще раз. Когда чуть попозже у тебя будет курсовой проект, не бери первую попавшуюся тему курсового проекта. Возьми курсовой проект по теме, которая хоть чуть-чуть тебе интересна. Что-то, что ты сам бы хотел изучить, исследовать. И напиши по этому курсовую. Ты сам получишь знания, которые хочешь получить, так еще и сдашь курсовую. Ну, сплошные плюсы. Плюс дальше, когда ты будешь уже писать свою дипломную работу, выпускную, возьми какую-нибудь тему сам. Прояви инициативу. Обычно, если ты подойдешь к какому-то преподавателю и скажешь, ну, вот у меня есть неплохая тема, я хочу там ей заниматься. Он, скорее всего, согласится взять эту тему. Возьми ту тему, которая тебе интересна. Возьми на свой выпускной проект то, что ты, например, сможешь добавить себе в портфолио. Пусть это будет не боевой проект, но дипломная работа это все-таки уже серьезная работа. И если ты ее сделаешь на довольно неплохом, высоком, качественном уровне, допустим, ты там интересуешься фронт-эндом, веб-дизайном, разработкой, ну, сделай ты прям шикарный сайт, например, своей кафедры, шикарный свой сайт-портфолио, чтобы ты потом мог показать эти проекты. Пусть твои курсовые, пусть твои дипломы, пусть твои пэт-какие-то проекты, которые ты получал во время учебы, станут хоть каким-то твоим портфолио. Да, работодатель в первую очередь хочет, ну, боевой какой-то коммерческий опыт. Но если у тебя будет хотя бы что-то, хотя бы какие-то свои проекты, ты уже будешь на уровень выше большинства других кандидатов, которые придут там на то же собеседование. Поэтому первый момент, на который надо обратить внимание, это не плыви по течению. Держи инициативу, будь инициативным. Это твоя жизнь, и ты не должен потратить эти 4 года впустую, ну, 4-5 лет в зависимости от того, сколько ты будешь учиться. Ты должен взять максимум. Препод не хочет давать информацию. Ты посмотрел, что должны вы изучать? Изучай. Если, ну, какое-то направление вообще идет вразрез с твоими интересами, изучай то, что тебе интересно. Это, кстати, касается случая, когда родители, например, отправляют учиться, что как бы тоже делать. Важно не это, важно то, что ты не должен потерять время в универе. Если ты учишься на специальности, которые тебе интересно, наверстывай, учись сам. Бери какие-то вещи. То есть, универ – это направляющие. Тебе говорят, вот, есть такие-таки предметы, есть то-то, то-то, то-то. Изучай. Если преподы хорошие, шикарные, дают материал, бери, бери максимально жадно это. Если преподы, ну, не особо, они не особо хотят, не особо заинтересованы в твоем образовании, ты видишь путь. Ты видишь цель, у тебя есть рабочий план. Занимайся по нему. Если твои интересы немножко идут вразрез с планом, но, образно говоря, у тебя там в универе только C++, там еще какая-то ерунда, а ты хочешь заниматься фронт-эндом, занимайся фронт-эндом. Но на курсовые, на дипломы, на тому подобные штуки, на какие-то проекты, возможно, в Олимпиады, врывайся именно по своему направлению, не отпускай инициативу. Никогда. Так же и касается, если тебя, например, закинули родители в этот универ, пусть там тебя отправили учиться на экономиста, там, на юриста и так далее, но ты этого не хочешь, просто не теряй эти 4 года. Понимаешь? Учиться надо, как бы это сейчас по-старперски не звучало, учиться надо, когда ты молод. Когда тебе там 16-20, 20 лет очень хорошо идёт учёба, мне 24. И я даже сейчас понимаю, насколько мне становится тяжело учиться, мозг так сильно сопротивляется. Поэтому за эти 4, 5, 3 года, сколько ты учишь, ты должен взять максимум, чтобы тебе не пришлось переучиваться в 30 лет, потому что в 30 лет это будет гораздо сложнее. Пусть ты не будешь заниматься этой экономикой, юриспруденцией и так далее, тогда потрать это время на какое-то своё дело. В одном из роликов Куджи Андрей Коняев говорил, респект, кстати, Куджи, респект парням Тимуру Андрею. Я, кстати, ссылочку на этот ролик оставлю в описании. В одном из подкастов Куджи Андрей сказал, вот... Вокруг тебя происходят хорошие вещи, надо их не пропускать, надо за них хвататься и делать что-то интересное для себя. Когда так ты делаешь, ты в какой-то момент обнаружишь себя совершенно не в том месте, с которого ты начал. Как когда ты открыл Википедию, начал кликать по интересным ссылкам, и в какой-то момент ты обнаружишь, что читаешь про какой-нибудь там поход, каких-нибудь пиктов куда-нибудь, а ты вообще-то открыл статью посмотреть про какой-нибудь фильм. Поэтому делай, отдавайся тому делу, которое ты пытаешься. И самое главное, не сдавайся. Да, тот подход, про который я говорю, тяжелый, но жизнь устроена так, что если тебе не тяжело, значит, это не дает результат. Такая история в спорте, в учебе, в личностном росте, в каких-то отношениях. То есть, точка твоего роста — это всегда перелом. Второе, что я хотел бы тебе сказать, и, наверное, то, о чем я сам жалею, учеба учебой, но, наверное, даже в какой-то, в каком-то моменте это даже важнее — нетворкинг. Пока ты учишься, ты находишься в тустовке людей, которые как-то связаны с областью твоей деятельности. Возможно, косвенно, возможно, не связаны, но вас объединяет одно место. И заводи связи, заводи контакты, заводи друзей, заводи знакомства. Универ — это место, где работают вполне возможно реально практикующие специалисты. То есть, если человек преподает программирование, вполне возможно, что он работает параллельно программистом. Или вполне возможно, что его студенты работают программистами, бывшие. Вполне возможно, что его студенты, его знакомые, те люди, которые, куда вас будут отправлять на практику, имеют там свою фирму программистку, или еще что-то, где у вас будет шанс впоследствии зацепиться за эти связи и, например, устроиться куда-то на работу, не имея того самого боевого коммерческого опыта, просто потому что за вас поручаться. Поэтому, когда вы будете участвовать в олимпиадах, в каких-то, возможно, научных конференциях, посещать какие-то выставки, просто вот учиться, работать, заводите связи, знакомства, связи, это, возможно, сейчас, в современном мире, возможно, это даже важнее, чем ваши навыки. Я упустил этот момент в свое время, и говорю тебе это, чтобы ты этот момент не упустил, держи это в голове. И третий момент, очень часто я слышу истории из разряда, «Да, образование никому не нужно, Билл Гейтс, он начислился, Цукерберг там тоже из Стэнфорда свой Стэнфорд бросил». Но люди, которые это говорят, они не замечают одной вещи. Эту мысль я, кстати, подцепил из ролика Вовы Романченко. Вова, тебе тоже респект, и ссылочку на это видео я также оставлю в описании. В чем дело? Эти люди бросили учебу, потому что у них была какая-то другая основная деятельность. Понимаете? То есть у них было дело всех ей, всей их жизни, которому они уделяли много своего времени. Они уделяли ему почти все свое время. И они чувствовали, что дело, вот это вот, которым они занимаются, оно принесет им плоды. А учеба в универе, она просто, ну, отнимала это время. И поэтому они ее бросили. Запомни одну простую вещь. Если ты не занимаешься ничем, кроме учебы в универе, если у тебя нет какого-то своего дела, какого-то своего стремления, не бросай учебу. Если у тебя есть дело о твоей жизни, вкладывайся в него. Если его нет, то учеба, это возможно то, что тебе поможет. Насчет учебы я хочу подвести к одному очень нудному и, наверное, не очень мотивирующему выводу. Не стоит забивать на учебу, если вместо нее вы не занимаетесь ничем более стоящим. У меня было довольно много друзей, которые ультра сильно забивали на учебу, в надежде, авось и так сойдет. И сейчас они, ну, работают не на самых, ну, мягко говоря, престижных работах и довольно не очень устроились. Поэтому подумай об этом. Когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой, ты учишься ее решать, ты находишь выход из нее. И после этого, это как история с мышцами, как растут мышцы. Они рвутся от физической нагрузки и в месте, где они рвутся, они срастаются и становятся чуточку толще. Аналогично и с человеком. Когда он проходит через какие-то трудности, он становится сильнее. Это точка роста. Точка роста всегда в том, чтобы тебе было сложно, чтобы ты делал то, что не хотят делать другие. Кроме того, надо быть готовым к тому, что универ будет давать лишнюю информацию. То есть, универ, он учит тебя в целом. Если ты хочешь стать конкретно фронт-энд-разработчиком или конкретно пайтон-разработчиком, то не надо надеяться, что универ будет учить тебя исключительно пайтону. Там довольно обширная программа, где будет и математика, и какая-то история, и программирование вполне возможно на C++, и возможно тот же фронт-энд. То есть, универ учит обширно. Универ учит. Вот в чем суть? Универ задает направление, и универ дает минимальный набор знаний, минимальный абсолютно, по очень-очень-очень большому количеству разных дисциплин, сфер, областей. То есть, тебе немножко научат сетям, чуть-чуть тебя научат администрированию там Linux, немножечко совсем основам вообще веб-программирования, чуть-чуть, возможно, вы поковыряете Python, немножечко ассемблер, и суть универа в том, чтобы дать тебе зачаточные базовые знания, для того, чтобы ты на это все посмотрел, определился с вектором своего развития, и имея эту базу, дальше сам смог бы разобраться конкретно в том, что тебе интересно. Вот у тебя есть на втором курсе там матан, образно говоря, сетевое программ, системное программирование на C там, ассемблер какой-нибудь, основы разработки веб-приложений, где вы PHP изучаете, там основы современной верстки, где там HTML, CSS, frontend, ты вот это все посмотрел, пощупал, и ты такой, вот, frontend это то, что мне нужно, вот мне нравится верстать страницы, мне нравится создавать внешний вид сайтов, тебе дали базовые знания, и дальше ты развиваешься уже непосредственно в них, поэтому бери основу, а дальше углубляйся уже в то, что тебе интересно, чтобы стать настоящим специалистом. Синдром отличника, если у тебя синдром отличника, перфекционизм, и ты пытаешься все выбить на максимум, попытайся это перебороть, я говорю тебе это как человек с двумя, а может быть, потенциали, с тремя красными дипломами, поверь, бери те знания, которые тебе нужны, бери максимум того, что нужно тебе, ни один диплом не стоит эмоционального выгорания, эмоциональной усталости и истощения твоей нервной системы, поэтому бери то, что нужно тебе. У меня есть неплохой пост по поводу поступления, выбора универа, я советую тебе, я ссылочку на него оставлю в описании, можешь поглядеть. Кроме того, у меня есть отдельный ролик про вообще нужен ли универ, нужен ли универ программисту, ну, тоже советую посмотреть. Вообще, кстати, если ты сюда попал и интересуешься программированием, можешь также пошерстить, у меня несколько роликов интересных есть по изучению Пайтона, по выбору языка программирования, ну, вообще, посмотри по каналу, может, найдешь что-то, что тебе интересно, можешь, кстати, в Telegram подписаться к каналу, ну, там я часто пишу, говорю что-то такое вот свое от себя. Студенчество – это лучшее время в твоей жизни, это время, когда тебе, ну, ситуации бывают разные, но это время, когда тебе не надо работать, время, когда тебе не надо служить в армии, это время, когда тебе определенно, точно дают, возможно, родители возможность, ну, провести это время с пользой. Студенческая жизнь, она одна, и, безусловно, глупо будет ее потратить исключительно на то, чтобы закопаться в книжках, в тетрадках, там, в конспектах, но ты всегда должен четко придерживаться своей цели. Вспомни про первый пункт и про то, что мы начали говорить. Инициатива. Всегда держись своей инициативой. Хоть как, если ты хоть как-то воспринял эти мысли и переварил, то тебе станет гораздо, может быть, если не легче учиться, то гораздо, наверное, осмысленнее. Все будет круто, друг. С тобой мы, возможно, увидимся первого сентября. Если какие-то из моих студентов смотрят, то вы классные и я, правда, вас всех люблю. Вау. И да, молодость, наверное, все прощает, кроме без инициативности. Вот эта молодость не прощает. Ну и дерзай, вперед. Может быть, эти мысли тебя немножечко загрузили, их надо переварить, немножко нужно с ними обдумать, но вообще, дерзай, ты поступил, ты уже проделал большой путь, дальше, только больше. Дальше путь к твоей карьере, к твоим амбициям, к реализации твоей мечты. Это не видно. Мечты. Мечты. Вот. И как говорил один мой приятель, жги сын, пока молодой. Грустеть, грудь, грудь, Грустеть. Продолжение следует...